Жёсткие вы показались в нашей квартире скрытой? Да. Мне так показалось. Мне так и нормально переживать за других мне показалось. В принципе, если по сути сказать завершение для тебя, я стоял снаружи, я стучался, я в окно стучил, в дверь стучал, я по крыше камня не стучал, но я не скрывал. Я не развеялся тут. Ну, я поняла, что это не вскрытие, но оно было как-то вот… Застучаться, конечно. Но для меня каким-то таким трудом, скажем так, вот таким прям дежурным, просто первый труд такой. Но мне не открыли. Да. Ну да, вот так. «Кухня лёгкая – это работа», как Корниланд Чуковский говорили. Чуковский, то есть. Окей, спасибо, Свет. О, я вот с последним не могу, скажем, просто так что-то об общему не говорится, а вот с последним скажу. Мне кажется, что… Ну, то есть я тоже переживал развод, тоже пережил его. Я знаю, что есть жизнь после развода. Угу. Я просто знаю, что дальше такое есть, как риск любить за нас. Снова. Это риск. Это правда. Мне кажется, для Лисёны целая Вселенная должна продолжить нервный коронавирус. Пускай с меня начнется. Мне кажется, я так до конца не смог себя дожить, чтобы так было по-настоящему здесь получилось. Ну, конечно, так получилось. Вот пока ты говорил, я с позиции «я» не смог, чтобы даже, то как бы звучало хорошо, а только нам так получилось с вами, блин, бесцельно. Это хорошо же, взлетал, ты говоришь, «я». Так вот в этом дело останьте, всё это, оно не получается, тем, кто делаешь. Тем, кто много делает, и все происходит само. А тут человек, как бы, вот это я, что он не так расслабился, а ты не сделал. В этот раз. Анна. Для меня интересный опыт пребывания здесь сегодня. То, что произошло у нас с Федором, для меня было подтверждением того, что если человек не готов, как в известной притче невозможно вытащить зерно, да, если оно ещё не готово прорасти. И я только что имела такой опыт за стенами этого заведения, если человек не готов был рядом со мной прорасти, я должна могла просто с этим смириться. И события с Федором мне это только подтвердило. Со смирением у меня туго. Для меня это хороший урок. И я надеюсь, что он полезен очень. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Всех, кого вы жалили. Большое спасибо. Ну, на самом деле, людям много тут происходило. Самое ценное для меня, что здесь я увидел, да, что здесь было, это когда вы, набравшись в себе сил для знания, как угодно это можно назвать, являясь своей душой, как и они есть, да. У кого это получилось, тот знает. Равно, как знают и те, кто это увидел, да. От себя скажу следующее. Жить чувствует, да, душа умеет, способна. Когда она это делает, и далее не получается, это проявляет. Когда другие становятся очевидцами этого, они могут быть безразличны к этому. Это всегда живо и прекрасно. И сегодня я тут пришел. Возможно, Комка рассказал. Окей, спасибо. Елена. У меня много всего внутри очень совершенно полностью. И для меня было большим откровением, что вот так вот люди, ну, практически не знакомые, но кто-то знает друг друга, кто-то певые, что так сидя, но просто друг друга и что-то говоря, как бы словами, можно реально помочь и поменять очень много в жизни. Это было откровение. Росказ, чем здесь вообще. Только видишь, какая вещь очень важная, что вот когда вот нам так хочется поговорить, и где-то мы такой опыт имеем, очень важно, ну, вот если ты предлагаешь кому-то идти в это общение, не продешевить, не заболкать. Да, то есть приходишь и ждешь тебя, где-то ждешь, просишь об этом, ожидаешь. Не с тобой говорить, не о событиях, не о покупках, не о поездках, а с тобой. Вот, в принципе, это спровоцировать, чтобы в этом пространстве. Здесь очень много жизни и больше, мне кажется, в поозах, чем в словах происходило. Ну, так я за то, чтобы пространство жизни-то дальше нести. Вот, и право на не верю тоже, это очень важно. Мы же друг друга разводим, заболтываем, потом даже мы сами себя забываем. Если любящий человек и знающий меня есть, я себя заболтаю, но он меня раскопает. Но если нас мы никогда не даем любить, то некому даже нас и воскресить. Мы умрем в этом теле, еще биологически живым, и этого никто не заметит. Поэтому, но быть живым, живым и только. Я как раз об этом хотел сказать. Я все время и до сих пор, будучи здесь, я интенсивно жил и живу. И у меня бьется сердце, у меня происходят какие-то процессы. Я этому дико счастлив. И страх дикий, в то же время открытие собственной души, немножко досадую на то, что мне хочется вот открыться полностью, все прожить сразу, вот так вот тотально открыться. И вот как-то не до конца открылся, не все сказал, есть это. Дело-то в позиции сердца, мне кажется, они в объеме информации. И потом нельзя раскрыть быстрее, чем вот этот внутренний биологический ритм. Идеология не должна стать открытостью, религия не должна стать открытостью. То есть у всего свой ритм. То есть у тебя свой ритм. Вот это происходит, ты в это идешь, и я посвящаю. Я по крайней мере понимаю, что я не мертв. Я жив, и это просто мне дает все. Это дает мне надежду на будущее. Потому что, ну сами знаете, среди живых как мертвая. Вот я этого больше всего не хочу. И я сегодня почувствовал, что я жив. Мне кажется, общение получилось. И вот когда мы только первый раз сели, ну такое было… Ну все чужие, да, чувство такое. А в конце как-то все стали другие. Другие стали. Спасибо. Спасибо. Я срываю, когда пришел, боялся видеокамер, боялся людей, которые здесь есть, боялся тебя тоже. Сейчас я чувствую этот общий момент на нас всех. И я чувствую то, что можно назвать его магией. Но… Попробуй последний раз, прошу тебя. Наоборот. 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 Наоборот хочу. Ты уже закрылся. Как бы все это закончилось на тебе. Потому что, ну я не знаю, предоставить ли жизнь тебе еще раз такой интенсивный случай. А жить вот в такой недо, ведь что-то начало происходить. Это невыносимо тяжело. Возвращайся в просветление. Я никогда не видел. Ну в этого самое прекрасное-то. Видите, не протяжело. Тут небезопасно. Ну зачем втягиваться в это небезопасно? Зачем? Так я говорю, не втягивайся. Плакать. Не втягивайся, не втягивайся, не втягивайся. Я что-то повозвращаю туда? Ты пойми, это моя ответственность как идущая. Я смотрю, как бы я уже тебя чуть-чуть почти соблазнил. Ну по крайней мере там зашевелился кто-то. Совсем никого дома. Совсем никого как в мультике. Но я-то вижу, что кто-то зашевелился. Ну я просто... Вот вряд ли такая возможность предоставить тебе в ближайшее время. Но поэтому так как-то вот моя ответственность, чтобы ты свернулся туда и все это оставил здесь. Поэтому вот это единственная рекомендация. Иначе станешь живым как Рома. Распустишься. Он уже был баптистом и сейчас распущен. Понимаешь? И вот и Люсиана тоже распущенная. Вот Юлька распущенная, любит всех подряд. Вот. И кто там... Ну кто еще тут распущенный? Тоже вот. Мне кажется, половина здесь распущенная. Маша тоже распущенная. Кто может себе такое позволить, как она? Я сейчас почувствовал, что был комплимент просто офигенный. Я такое в сердце почувствовал сейчас. Да, а тебе уж туда, подальше от вот этих инопланетян. Возвращайся. Юля. Ну, как правильно сказали, ничего случайного не бывает. И естественно, моя тема разводов, у тебя та же самая тема разводов. И самое такое классное, то, что Вовка сегодня сказал. То, что на самом деле человека надо отпустить. Потому что, ну, действительно, это уже другой человек. То есть, да, любовь, то, что было, то, что Бог дал, Бог дал, Бог взял. И действительно, это не потому, что мы такие девушники, что-то не так сделали. А действительно, есть какие-то пути-дороги, которые мы улетели. Ну, это все. Слава Богу. Не, несправедливо будет мне дать тебе в конце слова, из мета-позиции сидишь. Ну, ты понимаешь, какой ты момент? Я схитрю. Ты понимаешь, ты вроде загрубан, но это и полный вовлеченный. Я прям, я же. Да. Я туда пускал. Я же тренируюсь. Давай, Мальши. Третье слово. Про неслучайность. Что там у тебя было? Любовь. Дарение и Истина. Ну вот, читай, написано. Вот тебе сигнал третий. Это не случайно известно. Я подруг танцую. Ох, очень эмоционально сегодня, прям как я люблю. Я благодарен Люсёне за её открытость, вот прям открытость под конец. Прямо женщину почувствовал. Коуч – это круто, конечно. Где Коуч? Ну, я не знаю, кто там. Я там скультрирую. Но женщина приятная. Ну, с Фёдором, конечно, вообще прям зеркало. Зеркало? Меня. Я узнаю там себя буквально там, может быть, лет, наверное, 10. Ну, и это периодически возвращается. Это нормально. То есть, вот как сказал Андрей, это стратегия защиты. Ну, как бы, а как жить-то там, если без этого? Ну, вопрос в том, с этим ли ты каждый день, или ты позволяешь всё-таки быть себе человеком и быть себе. Ну, я специально за круг вышел, потому что в кругу я заливаюсь. И не остановить процесс… Я бы раньше его не остановил бы, я бы дальше там остановался. Вот сейчас я… Мне тяжело остановиться, я сознательно это делаю, прерываю себя для того, чтобы не расплескать всё то, что вот как бы накоплено. Ну, всё равно, когда включаюсь, и классно то, что я ловлю себя на мысли, а на том, что я включился. Вот, насколько это удивительно, вот, позволит себе быть вот истинным, открытым, любящим, без всякого, знаете, страха, ну, таких задуманий наперёд, да, просчётов каких-то. Просто позволит себе жить здесь, сейчас. Если, ну, как бы начиналось так, как-то с позитивчика, да, то сейчас, ну, другая волна какая-то такая, более размеренная. Значит, даже такой груз, как свалился, ну, вообще, ну, как бы ответственность в голове, ну, прям, всё, всё, всё то, что нужно услышать, всё я услышал. И есть с чем работать, самое интересное, и есть с чем работать, и что тренировать себя. Ну, я благодарен, как казалось тебе, то есть, тренировать себя за то, что такая-то жёсткость с Фёдором по поводу ответственности, да, такая завительская позиция интересная была. Вот, прям приятно, да. Я прям себя так ассоциировал, думаю, да, да, есть куда взять, есть куда двигаться. Ну, и тебе спасибо, конечно. Да, возможность. Я вообще не ожидал, что ты ходишь. Я думаю, оп, мечта, ау, я снимусь в кино. Не, ну, правда, я рассказываю, что я был там, недавно, в 52 цели написал, «Мечты на будущее». Всё-таки развод, надо жизнь начинать завтра. И там было сняться в кино. И просто я в Москве два дня, сегодня и завтра. И вот совпало на сегодня на фильме. То он просто какой-то сильный поток такой выскочил. Выскочил просто и… Да, и цветимая такая штука. Мне так хорошо у меня. И иногда так страх, как бы, а что дальше, а как дальше? Что с этим дальше делать? И можно закрыться, вот как ты, да, там, от людей, знаешь, в какой-то депрессийном пути. Я так делал раньше. Это продуктивно для меня самого, но это не продуктивно для людей вокруг и для жизни. Вот. А сейчас я как бы так вот в доверии. Хорошо. Наба в любви. А иногда нет. Ты же говоришь то, что… Иногда вот я сижу за Богом, да? Иногда я вливаюсь сюда, обратно раз вливаюсь. То есть смысл в том, что ты вливаешься в этот момент, но при этом… Я влюблю, как и взял в axis,